Шеф-повар, Максим Григорьев. Торт ягодно-муссовый. Время приготовления, 40 минут. Ингредиенты, бисквит. Вода 5 столовых ложек. Мука пшеничная 8 столовых ложек. Разрыхлитель 10 грамм. Сахар 8 столовых ложек. Яйца куриные 3 штуки. Ингредиенты, крем-суфле. Вода 5 столовых ложек. Мука пшеничная 8 столовых ложек. Разрыхлитель 10 грамм. Сахар 8 столовых ложек. Яйца куриные 3 штуки. Ежевика замороженная 100 грамм. Желатин 18г. Крем-суфле. Йогурт клубничный 250 мл. Малина замороженная 100 грамм. Сахар 100 грамм. Творог 250 грамм. Черника замороженная 100 грамм. Ингредиенты, крем. Вода 5 столовых ложек. Мука пшеничная 8 столовых ложек. Разрыхлитель 10 грамм. Сахар 8 столовых ложек. Яйца куриные 3 штуки. Ежевика замороженная 100 грамм. Желатин 18г. Крем. Йогурт клубничный 250 мл. Малина замороженная 100 грамм. Рам-рам. Сахар 100 грамм. Рам-рам. Творог 250 грамм. Черника замороженная 100 грамм. Рам-рам. Кокосовая стружка 50 г. Крем. Лимон 0,5 штук. Сгущённое молоко 170 грамм. Сметана 120 г. Ингредиенты, пропитка. Вода 5 столовых ложек. Мука пшеничная 8 столовых ложек. Разрыхлитель 10 грамм. Сахар 8 столовых ложек. Яйца куриные 3 штуки. Ежевика замороженная 100 грамм. Желатин 18г. Пропитка. Йогурт клубничный 250 мл. Малина замороженная 100 грамм. Рам-рам. Сахар 100 грамм. Рам-рам. Творог 250 грамм. Черника замороженная 100 грамм. Рам-рам. Кокосовая стружка 50 г. Пропитка. Лимон 0,5 штук. Сгущённое молоко 170 грамм. Сметана 120 грамм. Вода кипяченая 100 миллилитров. Ликер амарета 1 столовая ложка. Сахар 2 чайной ложки. Пропитка. Такой торт очень хорош, конечно, летом. Он легкий, почти диетический, и вкусный. Но весной тоже хочется уже ягод и чего-то особенного. Вот таким тортом я хочу вас сегодня угостить. Крем можно делать из любой молочной продукции, какая у вас есть дома, то есть подойдет или только йогурт, или сливки и йогурт, или даже сгущёнка с творогом. Но я делала всё по рецепту Марины Зе, за что ей большое спасибо. Шаг 1. Итак, нам понадобятся такие продукты. Творог, сметана, сахар, яйца, мука, желатин, разрыхлитель, ягоды замороженные, йогурт. Шаг 2. Разделим яйца на желтки и белки. Желтки растираем с 4 столовые ложки сахара до бела и добавим 5 столовых ложек воды, продолжаем взбивать. Шаг 3. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Лучше делаем это всё через сито. Шаг 4. Белки взбиваем до пиков, добавляем 4 столовые ложки сахара и взбиваем ещё 1-2 минуты. Добавляем белки аккуратно в нашу смесь. Мешаем путем складывания. Шаг 5. Выливаем тесто в форму 20 см, дно застелим бумагой. Выпекаем при 180 с 25 минут. Шаг 6. Бисквит готовый достаем и дадим ему остыть в форме. Минимум 4 часа. Я не стала ждать, о чём затем пожалела, поэтому советую всё-таки вам его не трогать 1-2 часа. Шаг 7. Далее делаем мусс. У меня была смесь таких вот ягод. Я дала им разморозиться. Шаг 8. Далее пробила блендером. Добавим при этом сахар. Шаг 9. Смешаем творог и йогурт. У меня йогурт был черничный. Шаг 10. Добавим нашу смесь ягод. Желатин зальём водой, примерно 100 мл. Дадим ему набухнуть, затем распустим его на водяной бане. Добавим в творожно-ягодную смесь. При этом надо, чтобы смесь не была слишком холодной. Лучше дать ей постоять на столе после холодильника. Шаг 11. Бисквит разрезаем пополам. Пропитываем его, но не сильно. У меня нижний корж получился мокрым, переборщило. И заливаем сверху мусс. Но не весь, оставим немного для верха. Шаг 12. Сверху мусса кладём другой корж. Шаг 13. И заливаем его оставшимся муссом. Убираем в холод. Я оставила его на ночь. Шаг 14. Утром сняла кольцо. Шаг 15. Делаем белый крем. Смешаем сгущенку и сметану. Здесь надо заметить, сметана у меня 30%, и сгущенка густая, 8%. Иначе не получится. Итак, взбиваем всё 3 минуты. И затем, не прекращая взбивать, добавим сок с 1 дробь 2 лимона. Масса должна сразу загустеть. Если этого не произошло, значит, что равно то не так с вашими продуктами. Выкладываем массу, выравниваем. Шаг 16. Бока тоже обмажем кремом. Шаг 17. Посыпаем кокосом и украшаем любыми ягодами. Приятного аппетита. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.